И вновь всем здравствуйте в эфире Кубань 24. Хорошее утро. С вами, как всегда, Наташа Теплова. Александр Калужин с отличным настроением. Мы продолжаем. Ну и, конечно же, у нас есть впереди много всего интересного. Например, новость о том, что женщина выкупила бункер Второй мировой войны и превратила его в уютный дом. В обычный уютный дом. Почему бы и нет? Вот есть такая женщина. Зовут ее Элизабет. Надыбала она где-то информацию про то, что продается бункер, который действительно выполнял свою прямую функцию во Второй мировой войне. Он использовался исключительно для военных целей изначально. Далее в нем хранили какие-то там фермерские продукты. Ну и до того момента, когда женщина чудом не увидела это объявление где-то, купила бункер, обустроила его, ну и сейчас сидит в нем и мечтает. Сидит в нем и мечтает о новом жилище. Вот женщины вообще существа очень переменчивые такие, ветреные. А что, уже обустроила? Нужно новую цель себе ставить. Что она выберет для следующего своего жилища? Не знаю. Колодец? Может быть, какие-то тоже сельхоз? Ну, не знаю. Это уже ее дело. Будем ждать от нее новостей. А пока расскажем про то, что порой, ну, раз уж мы заговорили про прекрасную половину человечества, порой женщины делают со своим лицом нечто. Знакома ли тебе, Саш, такая ситуация? Очень знакома, да. Думаю, что зря ты это сказала. Женщина сделала себе подтяжку лица. Все очень просто. Хотела убрать второй подбородок, убрала. И, как ее предупредили врачи, первые несколько дней после операции у нее будет сильный отек. Отек стал таким сильным, что лицо женщины превратилось в абсолютный квадрат. Квадрат. То есть лицо стало квадратным, все опустилось. И она ужаснулась, конечно, когда увидела себя в первый раз. Но потом, вот обожая людей, которые умеют смеяться над собой, она решила просто пугать всех своих родственников. И приходила к каждому вот с этим вот пау и говорила, что она такой останется навсегда. Нужно было видеть лица этих людей. Безусловно, отек спал, как и обещали врачи, через неделю. Но эмоции... Мне интересно, как она вообще это делала? Как она пугала? Какой был вообще сценарий? Не видел, да, ты женщин с опухшим лицом? Пряталась. Бух. Ничего не нужно делать, Саш. Ты просто появляешься. Просто выходишь, привет. И все очевидно. Также ничего особенного не нужно делать, чтобы на наших лицах появилась улипка. Я аж забыла, как дышать. Дима Крамарь появляется в нашей студии. Дима Крамарь. Доброе утро, дорогие друзья. Я тоже пугаю сотрудников телекомпании. Хожу по кабинетам и говорю, что я буду вести погоду вечно. Доброе утро. Ой, какое совпадение. Какое совпадение? Действительно. Попробую угадать. Скорее всего, будет жарко. То есть у тебя так логика сработала. Какое совпадение? Какие-то ложбины, между которыми грозовой фронт, который улетает с нашего края. Посмотри, как ты. Я твоя, моя, не понимать. Я что-то потеряла мысль. Вы посмотрите, мы в цвет флага. Да. Красный, белый. Сидел, должен гимн заиграть или что? Что? Я пью чай. Дима, иди рассказывай погоду. Погоду? Да. Почему так шепотом? Я так буду рассказывать. Дорогие друзья, они немножечко дормотили мою эндургетику, потому что я опять сейчас взорвусь. Не надо этого. Итак, смотрим на карту. Ой, как мне нравится, что все четко, конкретно и понятно. Вот так вот сейчас я буду рассказывать, не колдуя руками, просто можно посмотреть и все увидеть. Вот наш край. Все замечательно, да? Вроде бы чистое пространство, но с запада просто как стремительным самолетом, поездом, электричкой, не знаю, несется атмосферный фронт. Вот эта длинная линия из белых облаков, сам циклон, его не видно, он там спрятался наверху, за Санкт-Петербургом, он идет по северу, от Скандинавии, Финляндии туда в Мурманск, но от него такое коровье вымя, назовем это так. Там там коровье вымя, ну и естественно подойдет к нам немножечко, природа погода подоет и осадочки будут в виде неболока дождя, естественно, потому что этот холодный атмосферный фронт сегодня и завтра будет пересекать территорию нашего прекрасного, замечательного края. Первые плюсы сначала скажу, плюс в том, что наконец такие температуры собьются, но за это нужно расплатиться. Это расплатиться, естественно, очень неприятными некими природными явлениями в виде грозы, сильных ливневых локальных дождей, местами, возможно, с градом. Я очень сильно, давайте карту края посмотрим, хочу предупредить жителей центра востока, юго-востока, горы-предгорий, потому что там гроза будет активизироваться с максимальной силой, потому что такие природные погодные явления, там горы, воздушные потоки там сильнее сталкиваются и больше возможности формирования кучи грозовой облачности. Поэтому вообще в принципе почти на всей территории будут появляться грозовые дожди, в меньшей степени их можно ожидать по Азовску побережью и на севере. Ну как говорят в гидрометцентре, возможно тоже что-то локально там будет, но не так страшно, как в центре и по востоку в горах и в предгорях. Что касается температур, то они уже не такие пугающие и удручающие. В Ейске, Приморско-Ахтарске, Кущевске, Тихорецке 32-34, уже нет 40 в Кропоткине, в Армавире, уже всего лишь 32-33, также около 34 в центре и на Черноморском побережье ничего не поменялось, там все так же осталось около 30. Но, посмотрите, посмотрите мне в глаза и на карту, осадки несут влажность, поэтому, ой, какая будет банька сегодня, ой, банька будет, парилочка, да. Ну вроде бы мы имеем 30 градусов, но из-за того, что духота, влага будет очень-очень некомфортно. Ну мы же потерпим, это наше обычное лето, мы к этому должны привыкнуть. Не повезло тем, кто только переехал и столкнулся с этими ужасными летними условиями в нашем регионе. Что касается Краснодара, то, ну давайте порадуемся температурам, они 29-34-32, терпимо, все в зоне, так сказать, нормальных показателей, какие должны быть они в июле, но вот гроза и локальные осадки тоже возможны, западный спокойный ветер, давление чуть ниже нормы, в общем, все в порядке, боже мой, кто там появился, какая красотка! Я, прежде чем уйти, не могу ни поцеловать, ни поздороваться. Ну, здравствуйте, и помните, что счастливым можно быть не только со Светой Листовой, но и при любой погоде. Улыбаемся? Я, честно говоря, я не знаю, как после этого теперь вообще можно разговаривать. Света Листова, вот так отобрал у нас Дима Крамор представление нашей потрясающей гости. Сегодня у нас в гостях актриса кино, наш любимый Свет Листова. Свет, как мы рады тебя видеть на диванчике. Ой, ребятки, а как я рада вас видеть! На самом деле, я вижу тебя каждый день в офисе... Своих мечтах. Нет, ну, это тоже, да. В офисе из 50 фотографий, которые висит на стене, 48 твоих. Я постоянно прихожу, всегда Света Листова. Свет, ну, вышли мы наконец-таки с вот этой затяжной паузы. У всех все завертелось, закрутилось. Расскажи, как это завертелось, закрутилось лично у тебя. Так, с чего начать? С чего начать съемки? На самоизоляции у меня было очень много проб. Чтобы вы понимали, я пробовалась, начиная от красивых женщин, заканчивая кикиморой. Последняя моя проба была в сказку. Реально, я жду ответ. Я пробовалась кикиморой. То есть, как я себе ее представила, я вообще мечтала сняться в сказках. И я, дай бог, надеюсь, что все это получится. Очень много было всяких разных проб. Очень было сложно, потому что ты сидишь дома, не получаешь информацию от режиссера. То есть, ты ставишь себе телефон и каким-то образом что-то там пытаешься как-то сыграть. Но, слава богу, меня утвердили в один большой проект, который будет сниматься в Краснодаре. Буквально через две недели. Это художественный фильм, который мы потом с вами все посмотрим. Конечно. Не смотри пока. Что-то происходит. Не смотри туда свет. Это, видимо, что-то для меня. В общем, скоро будут съемки в Краснодаре. И скоро все наши красоты краснодарские наконец-то увидят люди уже в кинотеатре и меня, соответственно. У меня потрясающая роль. Причем я пришла на пробы на одну роль, которая мне не очень нравилась. И, прочитав сценарий, там была одна прекрасная женщина. Женщина-полицейский. Не буду раскрывать всех секретов. Да, мы хотим посмотреть. И, слава богу, меня позвали на пробы второй раз. Сказали, вот мы хотим вам предложить вот эту роль. И я прошла. Причем победила некоторых хороших актрис. Ну, в общем, скоро, да. А если вообще вот посмотреть на кинематограф в целом, да, как для него далась вот эта пауза? Потому что мы понимаем, что все резко остановилось. Все. А творческие люди, они вообще вот в этом порыве постоянном живут. И для них как краники перекрыли. Как? Ну, я не думаю, что как-то отличаемся мы от каких-то других людей, которые каждый день ходили на работу. Конечно, все дало о себе знать, потому что творчество, оно же сидит, его же надо куда-то... А оно же никуда не выливается. Да, естественно, кинопроизводство очень пострадало. Потому что, как минимум, у меня были два проекта больших, которые, естественно, к сожалению, закрылись. Потому что они были съемки в апреле и в мае. И... Ну, куда? Сейчас потихонечку, слава богу, все восстанавливается. Все со скоростью света начинают что-то быстро снимать, всех друг друга звать. И уже в день, может быть, по две съемки. Ты сказала, что на карантине была у тебя куча проб, мы очень за это рады. Но, знаешь, в социальных сетях все так разделились на два лагеря. Были активчики, которые вот прям все, все мастер-классы, все книги, все марафоны, накачали пресс, посмотрели там все постановки. И были те, кто не делал ничего. Нет, нет, я из первого. Что вот самое крутое тебе в этом случае дал карантин? Ну, во-первых, я очень на какой-то момент остановилась и наконец-то подумала. Потому что раньше не хватало времени ни на себя, ни на свою семью, извините, даже. Иногда был такой день, когда я не звонила родителям. То есть тут я стабильно начала общаться с родителями. Но это что касается семьи. Что касается себя, я очень многое читала. Я давно не читала, я признаюсь. Я прочитала где-то 10 книг. Я нарисовала где-то около 15 картин. Я сделала своими руками храм Василия Блаженова из бумаги. Причем, да, там не совсем у меня некоторые башенки получались. И по ним было видно, что они не получались. Это авторская. Я всегда называю такие вещи. Это просто авторская. Да, да, да. Ну, я так увидела, да. Ну, просто дело в том, что я вырабатывала себе усидчивость. Да, я занималась спортом. Но какой там спорт, о чем вы говорите? Ты сидишь дома и круглосуточно ешь. И максимум, что ты делаешь, это ты передвигаешься с дивана на кухню. Но я максимально старалась что-то сделать. А часто ли вообще тебе удалось выйти из дома? Вот прям буквально? Нет, я вам так скажу. В Москве у нас самоизоляция была жесткая. Мой дом мог выходить в среду, в пятницу и в субботу. Поэтому я честно скажу, я не выходила практически вообще три месяца из дома. Максимум в магазин. И то лучше не рисковать. Ну, ладно, давайте о самоизоляции пока эту тему оставим. Как тебе вообще кубанская погода привычная? Ребята, куда обратиться? Я извиняюсь. Почему это происходит? Происходит. Я, конечно, ну, представьте, я уже сколько, полтора года живу в Москве. И такой температуры я не то, что не... Я забыла, как это. И я прилетаю сюда. В самые жаркие дни в году. Да, я из Москвы улетала, было холодно, действительно. А сюда я прилетаю, твою ж мать, что же происходит? Ты же снимаешь с себя сразу все. То есть на улице вообще ужасно. Так, получается, Москва уже родной, да, какой-то становится? Или все такое? Как пока отношения складываются с этим городом? Честно, очень хорошо. Наверное, это мой город, но также и вот это мой любимый родной город. А никто не мешает быть двум абсолютно? Да, двоеженством. Двоегородовском, да. Сейчас так модно составлять разные топ-списки, например, планов на лето. Ну, там, я обязательно должен на чем-то покататься, что-то съесть. Есть ли у тебя какие-то вот оставшиеся два месяца, там, распланированы ли они? Да. Кроме... Кроме... Кроме съемок? Да, кроме работы. А, тут надо подумать. Пошлое. Ну, скорее, нет, чем да. Я очень рекомендую. Надо вернуть... Нас все-таки карантин ведь научил, как работать, так и отдыхать. Надо чуть-чуть задуматься. Я так наотдыхалась, что я очень хочу работать, да. Тогда мы надеемся, что мы увидим скоро все эти картины, следствием участием. Будем, как, знаешь, махать экран в кинотеатрах. Я знаю, я его знаю. Вот так делать, наверное, если кто-то так делает. Не даром, Света, ты с такой опаской смотрела туда. Угу. Почему? Угу. У нас все готово уже. Потому что, Дима Крамарь, который был... Дима, ты снова нужен нам. Да что ж такое, а? Как ты приятно появляешься в кадре. Я предлагаю всем нам, дорогие друзья, пройти за стол, где подготовлено несколько объектов. Я не хочу с ней соревноваться ни с чем. Как будто бы в первый раз. Дима, ты помнишь, если что, я не ударил. Да она сразу ударит меня. Рассказываю для наших телезрителей, что сейчас будет происходить. Мы не даром поговорили про жару. Нужно пить много воды. Вы это знаете. У нас есть два стакана с водой. Один из них это вода. Просто обычная чистая вода. А в другой воде мы сегодня предварительно отварили сосиски. Мы варили их не так долго, чтобы вода не помутнела и не казалась вам какой-то подставной. Поэтому они выглядят абсолютно идентично. В какой-то вода из-под сосисок, в какой-то чистая вода. Я надеюсь, я выбираю, да, первая вода? Ты, Света, ваш оператор. У нас оператор чуть не улетел. Саша, я предлагаю тебе продвинуться в ту часть зала. 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 У нас есть два картонных стаканчика и две палочки. Одну палочку забрали. Саша, а где вторая палочка? Вот она. Здесь все на месте. Ваша задача, друзья, вам нужно встать и попробовать опрокинуть стаканчик так, чтобы он встал. Потом. Если у нас все это произойдет быстро, то тот, кто первый поставит стакан, у него будет право выбрать. Но никто вам... У меня быстрее встанет, не переживай. Но никто... Дим, я не сомневаюсь. Пожалуй, отойду с этого края зала. Я не сомневаюсь, Дим. Дима, начали. Это нечестно. Почти получилось, да. Как должен сказать... Ударьер! Дима, Дима, беру скорее стакан. Он у меня встал. Дима, это в твоем возрасте нормально. Та-да-ра-та-ра-та-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та. Слушайте, ну подождите, ну мне же надо выиграть. Так нельзя. Дважды. Свет. Ладно, выбирай. Итак, Дима, ты можешь выбрать. Никто не гарантирует тебе, что ты счастливчик. Не пытайся обнаружить там жир. Мы варили веганские сосиски. Я не переживаю, это все намного проще. Ты готов? Да. А будет какой-то вкус? Будет какой-то приз, я хочу. Давайте, я страдаю за что? И теперь на счет три вы должны вместе пить. Три, два, один. Бинго! А все почему? Дима, чего? Пей. Там какая-то гадость. Ну, понятно, там были веганские сосиски. И ты, Светочка, пей. Нужно пить много воды, для того, чтобы мы... Все-таки справедливости есть. Пей, Дима, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Никто не поддерживает мои инициативы. Пока Дима наслаждается водой из-под сосисок. А какова она? Действительно ли она такая противная? Мне хочется даже попробовать. Отвратительные сосиски. Глотай, Дима, не держи в себе. Но только вовнутрь. Света, ты выпила достаточно, конечно. Отлично. Мы рады, что у нас сегодня в гостях была Свет Листова. Мы, Свет, очень действительно с нетерпением ждем твоих работ. Надеемся, что пробы не закончатся. Картины будут продолжаться. Они будут раскрывать, раскрывать тебя. Дай бог тебе попутного ветра, солнце над головой. Абсолютно точно. Спасибо, Света. Спасибо. Ирина Вестова была у нас сегодня в гостях. Прямо сейчас полезная информация от наших экспертов. Хороший совет. Смотрим.